Добрый день, мы начинаем программу «Наука в фокусе». Я сегодня пока в студии один. Наргиз сейчас подбежит к нам. У нас в гостях сегодня Алексей Яковлев, врач специалистичный по общей практике управления здравоохранением, председатель Национального общества промышленной медицины. Мы вот зачем его пригласили. Наша обычная научная совсем передача будет сегодня иметь научно-практическое значение, потому что мы вошли в декабрь, в зиму, и у нас начинаются эпидемии, как и положено. Вот несколько дней назад, например, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в регионах России объявлена эпидемия гриппа. По ее словам, недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом у РВИ превышены были в 20 субъектах России. А ранее, кстати, сообщалось, что в период с 5 по 11 декабря оказался превышен эпидемический порог заболеваемости у РВИ гриппом в Москве. И было закрыто, по-моему, около 80 школ и 20 детских садов. Кстати, при этом массовая кассация в Москве уже завершилась. При ВИД мы оказали более 48% населения города. Это не единственное сообщение об эпидемии, их можно брать много. Например, в конце ноября, если не ошибаюсь, было объявлено, что Свердловская область заняла первое место в рейтинге по количеству ВИЧ-инфицированных в России. А Екатеринбург, по заключению экспертов, пошел в стадии эпидемии. Вот сегодня и хотелось поговорить о том, что такое собственные эпидемии, чем они нам грозят, как с ними бороться, как они развиваются, что происходит с вирусами, что происходит с нами, и как от этого уберечься. Сначала мы начнем с того, что я попрошу нашего гостя прокомментировать вот эти вот две небольших новости. Здравствуйте. Ну, прежде всего, скажем, что эпидемии касаются не только вирусных, конечно, заболеваний, они и любых заболеваний касаются, и не только инфекционных. Но, коли уж мы остановились на двух вирусных заболеваниях, это грипп, да, и ВИЧ-инфекция, то эпидемии этих заболеваний, они, собственно, пандемичны часто бывают, охватывают все страны мира, все население. Так оно и есть, собственно говоря. Поэтому всем, в общем-то, понятно, что в Свердловской области эпидемия не вчера была. Нет, это, наверное, не всем понятно. Да, не всегда. Она давно появилась. Я помню, еще школьником был, писал плакат в восьмом классе об эпидемии ВИЧ-инфекции. Дело в том, что в Свердловской области просто она достигла определенного уровня и вышла в генерализованную стадию изначально, и потом концентрационная была. А какой должен быть определенный уровень? Вот я прочитал, что каждые 50 лет. Для всех эпидемий уровень свой, для всех заболеваний инфекционных, надо понимать. Что одни, в зависимости от того, насколько, каким образом передается заболевание, насколько оно вирулентно и патогенно, то есть, как быстро, как серьезно поражает организм, сколько смертей может потенциально вызвать. В зависимости от этого, различные цифры, процент пораженности популяции считаются эпидемическими порогами. Ну, и для гриппов, в частности, устанавливаются средние какие-то годовые пороги, смотрят, превысило на этот месяц или нет в данной конкретной популяции, в данной конкретной стране. Для ВИЧ-инфекции установлены пороги... Прошу прощения, я на секундочку отступлю, насчет годового порога. А есть ли в этом смысл? Ведь есть же, наверняка, пики какие-то. Какой смысл мерить целый год? Смотрят месяц. Пик гриппа, конечно, придет у нас, как обычно, как всегда. Это с середины января по февраль. В феврале достигает пика, и в конце февраля к марту сходит. Но нет эпидемии. Эпидемический, если пик, мы говорим. Но начинается эпидемия, действительно, чаще всего в конце ноября. А что касается ВИЧ-инфекции, то генерализованная стадия, последняя, третья стадия ВИЧ-инфекции, признается тогда, когда уровень пораженности ВИЧ-инфекции среди беременных женщин достигает более 1%. Почему беременных? Потому что именно эта группа во всем мире наиболее охвачена тестами на ВИЧ-инфекцию, она более организованная. И хорошая выборка, мы по ней видим, по ней можем судить средняя пораженность населения. Потому что всем, наверное, понятно, что все население проверить, 100% всех людей мы не можем. Что касается именно Свердловской области и Екатеринбурга, я бы не сказал, что там больше всего ВИЧ-инфицированных. И просто благодаря их губернатору и другим службам Роспотребнадзора, они очень много населения просто протестировали. Поэтому в целом у них количество выявленных случаев оказалось несколько больше, хотя подобные же цифры дают и другие. А что такое за тест в данном случае? Тест на ВИЧ-инфекцию, тест крови, иммуноферментный анализ. Дальше подтверждение идет, если получают какую-то положительность, сразу человеку не говорят, потому что многое нужно от положительных тестов. Далее делается Вестернблот, подтверждающий тест. Если в конце концов положительный действительно подтвержденный, тогда человеку действительно говорят, что у него ВИЧ-инфекция. То есть, вот такие тесты. Но это кровь смотрится. Насчет активности, давайте на секунду вернемся к гриппу. Насчет активности, я всегда удивлялся тому, почему это происходит в начале холодного времени и года. Ведь грипп, наверняка, не только в средней полосе взверствует. Конечно нет, у нас все мир одинаково взверствует. Просто неравномерно может распределяться в течение года. В частности, в тропиках, во влажном климате, где более-менее равномерно эти температурные колебания распределены. Там грипп циркулирует в течение всего года равномерно. Сейчас у нас стало посуше в помещениях. И поэтому, в общем-то, пик будет именно зимой. А в Южное полушарие придет наоборот. Их зимой. Связано это больше с сухостью, на самом деле, воздуха, нежели с какими-то замерзаниями, как многие думают. Во всем, наверное, мире в РВИ называют простудами. Common cold по-английски тоже. Ассоциация у людей именно с холодами. Но больше, наверное, не с холодом, а со скучностью, во-первых, в помещениях, когда он легче передается человеку к человеку. Потому что больше времени просто проводим в помещениях, заражаемся далеко не на улице, там, где холодно, а именно в теплых помещениях. И сухость воздуха просто по физическим законам легче передаются вирусные частицы именно протоколом содержания влажности. Поэтому и для профилактики тоже заболевание рекомендует повышать влажность в помещениях. А при какой низкой температуре вирус погибает? Ну, то есть, возможно, каким-то путем... Погибает довольно быстро. Как же нам все-таки избавиться от гриппа? Вот я вначале процитировал, что вакцинация завершилась. Поможет ли она в этот раз? И от чего вакцинирует грипп? Как прогнозируется то, какой штамм к нам ворвется? Да, задали два больших вопроса. Как избавиться? Никак не избавиться. Потому что человек является просто случайным хозяином этого гриппа. На самом деле, грипп в основном птичьей инфекции. И наибольшее число типов, точнее даже сказать, подтипов гриппа – это птичьи гриппы. Они время от времени проходят реассортацию, то есть, гибридизацию, скажем, в свиньях. И выходят новые такие варианты, которые могут поражать млекопитающих, в частности, человека. И вот испанский грипп, когда там погибло от 50, даже некоторых до 100 миллионов человек в начале прошлого века. И другие все заканчивают этим «свиным», так называемым, в кавычках, калифорнийским штаммом. Это все вот реассортанты на свиньях. От птиц. От птиц. Поэтому, покуда птицы существуют, грипп, он будет циркулировать, время от времени переходить на нас. Сейчас, наверное, как какой-нибудь слушатель нам предложит в комментариях по почте... А, нет. Ну, хотя бы вычить их, например, на гриппах. Раз навсегда. Такие вмешательства в окружающей среду совершенно неприемлемы, потому что экологическое равновесие нельзя нарушать. Если человек еще может себе позволить таким образом нарушать экологическое равновесие, пирамиду пищевую, то в дикой природе это невозможно. Поэтому можно провакцинировать домашнюю птицу, кур, уток, индюшек, что делается. Действительно, во времена эпидемий тяжелых это делается. А диких птиц никак. Особенно водоплавающих. Основной резервуар для гриппа. А что касается вакцинации. К сожалению, я уже сказал, что вирус гибридизируется достаточно быстро. Когда он гибридизируется, надо сказать, шифтами серьезно. Достаточно быстро – это как быстро? Очень сложно шифты предсказать. И закономерности такой модельной не существует. Но серьезных пандемий, которые являются результатами серьезных шифтов, именно таких ресортаций, мы наблюдали три прошлого века, когда несколько миллионов людей погибало. От десятков до трех одного. Еще азиатские, гонконгские эпидемии были нашумевшие. И менее значимые, менее летальные пандемии, тем не менее, были в конце 70-х. Вот свиной грипп все-таки нашумевший недавно не признала. Вот все-таки пандемии такой. Все-таки смертность приблизилась к обычному сезонному гриппу. Но кроме шифтов, вот таких, когда появляются какие-то серьезные, новые подтипы гриппа. Давайте поясним просто для тех, кто не в курсе, что такое шифт. Это такой мутационный сдвиг? Как это? Это вот реассортация именно, когда гены вирусу. У вируса гриппа не так много генов. У него там 11 всего генов. Но вот когда какие-то новые гены с новыми мутациями, с новыми опасными дистанциями, это РНК, содержащий вирус, вот его РНК по генамки какие-то отличаются. Они приходят от других носителей, от птиц, от свиньи, собираются вместе с человеческим, гибридизируются. И получается вот такой новый гибрид. Вот это вот шифты. Они могут быть очень высокопатогенными и действительно обладать высокой летальностью. Но кроме этого еще идут дрейфы, точечные мутации. Дрейфы генетические. Когда каких-то совершенно новых вариантов в пределах подтипа или тем более новых подтипов не образуется. А подтипа мы считаем по двум белкам в итоге кодирующимся. Это нейроминидаза и гемоглютинин. Это внешние белки, благодаря которым вирус проникает в организм, собирается и выходит из клетки. Это N и H. Гемоглютинин H, нейроминидаза N. H1N1. Мы помним H1N1. Это самый вариант. Среднекалифорнийский. Это был, собственно говоря, испанский грипп такой же. А еще есть дрейфы. Когда точно какие-то мутации происходят. Вирус меняет свою антигенную структуру. Предыдущая вакцина уже на него не действует. Но в то же время и не такой уж он и новый, чтобы вызывать массовую летание. Это вот те самые сезонные вариации. Когда вроде не такой уж и смертенный вирус пришел. Но новый вариант. И мы снова можем им заболеть. Несмотря на то, что мы приобрели все-таки иммунитет долгосрочный. Переболев предыдущими вариантами вируса. Мы приобретаем теклеточный иммунитет, который десятилетиями длится. И такими уже вариантами мы не способны заболеть. Но новый вариант того же вируса может вызвать заболевание в той или иной степени тяжестью у человека. Тут от многих факторов зависеть будет. Именно десятилетиями длится. У меня в голове были совсем какие-то другие цифры. Иммунитет после естественной болезни, когда вы переболеваете вирусными заболеваниями, длится десятилетиями. А то и пожизненно. Потому, что это теклеточный долгоиграющий иммунитет. А вы путаете, наверное, с вакцинным иммунитетом, который приобретается после вакцины. Который длится 6, максимум 10 месяцев. Потому, что это б-клеточный иммунитет. Он и не рассчитан на долговременный. Именно потому, и этого не требуется, что на следующий сезон придут новые штаммы. Эта вакцина будет совершенно неэффективна. Это касается всех мутабельных изменчивых вирусов. К нам тем временем присоединилась Наргиза Сасадова. Она все пушит вопросами. Я пушу вопросами. Вы сказали про прививки. И вот сегодня чиновники российские заявляют, что впервые буквально в истории прививок. 40% населения привиты. И что нету таких очагов заболевания. Но при этом я вижу, что даже... Я, конечно, понимаю, что это плохая статистика моей знакомой. Но, тем не менее, она ужасающая. Потому, что половина моей семьи переболели этим гриппом. Там огромное количество моих знакомых. И при этом это такой грипп, который дает осложнение в виде воспаления легких на второй-третий день. Вот здесь я хотел бы сразу сказать, что то, что они переболели гриппом, науки неизвестны. И нам тоже. Потому, что никто вирусологического теста, скорее всего, вашим знакомым, не сделал. А вот это, кстати, странная история. Потому, что если в Германию, например, вы идете... Нет, в Германии не станут. Берут анализ крови. Не станут просто так. Анализ крови и нас вообще возьмут. Но не думайте, что это вас проверяют вирусологию. Вирусологию проверять смысла нет. Потому, что если грипп протекает нормально, в легкой или средне тяжелой форме, то лечения у них какого не требуют. И его течение может, его, собственно, нам не нужно отличать от других ОРВИ, коих-то 200 видов различных ОРВИ. Потому, что что при различных ОРВИ, что при гриппе никакого лечения нет. И с точки зрения практической, то есть, медико-экономической точки зрения, определять, какой именно из ОРВИ грипп или риновирусная инфекция, или аденовирусная инфекция, или это парагрипп, или еще какой-то, никакого смысла для практической медицины нет. Поэтому ставят ОРВИ, могут сказать, что похоже на грипп, но никто вам карточку, именно слово грипп, скорее всего, не напишет. Напишут ОРВИ, это аббревиатура, острая респираторная вирусная инфекция, любая. И это будет. И вот сейчас... Номерштаммы не писали, по крайней мере. Нет, и вот сентября как раз гуляла в основном риновирусная инфекция, которая вызывала экоторальные явления верхних дыхательных путей, кашлями осложнялась, затяжная была. А грипп, он совсем по-другому течет, если мы говорим о классической форме гриппа, средне-тяжелой. Это трахеид классический, он поражает трахею, а вовсе не нос. Он с трахеи начинается. Первый же день может к вечеру подниматься температура, появляются интоксикационные различные симптомы. Это ломить, может, суставы, болеть мышцы, больно смотреть на свет, болит голова, к вечеру ты уже лежишь пластом, поднимается температура. На следующий день это может быть и 39, выше, ну такая высокая, выше 38 обычно. На второй день появляется сухой кашель. На третий температура начинает понижаться, и может даже уже на четвертый день человек себя неплохо чувствовать. А к пятому, в седьмом дню наступает более-менее выздоровление. Ну, легкие остыния останется, то есть, устрабленность какая-то. Но вируса уже, как правило, нет. Подскажите, как мы понимаем, какие сейчас там вирусы гуляют, условно говоря, в нашей стране? Если вы говорите сами, что никто не берет эти анализы. Астаны определяют как раз заборами такими. И этим занимаются НИИ, а не практически звено поликлиника. Они берут такие выборочные тесты, действительно смотрят. И по этим результатам, по этим выборкам, судят о том, какой штамм циркулирует. Но это не значит, что они берут у всего населения. А мы уже знаем, какие штаммы в этом году циркулируют? Конечно. Их же предсказали как-то? Ну, во-первых, их предсказали. То, что предсказали, это не значит, что они сбылись. Это как и погода. Ну, чуть точнее, чем погода. В общем и целом, ВОЗ угадывает 85% случаев, если взять последние лет 15. То есть, такой мэчинг по штаммам хороший, неплохой в этом году. Чаще всего все-таки угадывает, но в 15-20% случаев не угадывает. И бывает, что вакцина совсем не подходит к тем штаммам, которые... Но он угадывает же не какой случится мотогенез, а какой из существующих штаммов разовьется. Какой из существующих штаммов, совершенно верно. Существуют определенные модели. Они, конечно, не 100% достоверные. Они просто, так скажем, высокодостоверные модели. Смотрят, какой штамм имеет... Это было еще сделано, естественно, в начале прошлой весны. Вот какой штамм имел наибольшую вероятность для развития. То есть, такой эпидемический потенциал. Их и заложили в рецепт. И в мае уже всю эту вакцину произвели. Но этой весны все-таки не прошлой. Этого года. Ну, этого года. Но я имею в виду прошлой, в смысле. Вот прошедшая весна. Да, 2016 года, естественно, весна. В мае уже произвели всю эту вакцину. Дальше идет дистрибуцию по дилерам. И в конце августа она была уже в России. Алексей, по поводу этой вакцины. А сколько штаммов туда входит? Я слышала, что три. Три обычно штамма закладывают. Два штамма типа А, гриппа наиболее злостного. Один Б, который обычно легко протекает. А в этом году это гонконгский штамм. И тот самый свиной, чтобы новые варианты. Да, и новые варианты. Были заложены, предсказаны. В принципе, говорят, что неплохо угадали. Я сам лично не проверял. Но то, что существует уже по тем самым выборкам, вроде неплохо угадали. Но я еще раз говорю, эпидемия гриппа на самом деле еще не пришла. Это пока гуляют различные вырвы. И грипп только начинается. Это единичные пока еще случаи. Ну, так, относительно. Эпидемию уже объявили. Но это еще совсем не то, что будет в феврале. В феврале будет пик. А вот корреляция между все-таки количеством привитых граждан и заболеванием, она как-то явно прослеживается? Мы тоже это все отслеживаем? Она не очень явно прослеживается. Если брать общепопуляционные дела, то чтобы на один грипп заболело меньше, нужно привить от 70 до 80 человек. Это вот так вот. На самом деле, понимаете, действительно... 7-8 человек из сотни? Нет, всего. Популяция. То есть, чтобы на один меньше стало, нужно привить только людей. Это непростое дело. Поэтому нет такой цели, вообще не ставится эпидемиология цели, чтобы ликвидировать как-то заболеваемость гриппа в данный сезон, даже этими штаммами. Такой цели вообще никто не ставит. Ставится цель – это защитить группы риска. И ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, вовсе не наставит на массовые ковровые прививки, чтобы всех привить. Выделяются группы риска. Это беременные женщины – первый приоритет. Они наиболее тяжело переносят. Это второе – детки до 5 лет. Третье – это пожилые лица свыше 65 лет. Там, где смертность выше, просто там, где… И люди с определенными хроническими заболеваниями, я не буду всех перечитать, это четвертая категория. Вот четыре основных категории. Вот их рекомендуют прививать. А остальных взрослых, здоровых людей – это их выбор. Хотите прививать, хотите – нет. Цели какой-то там это снизить, что-то такое не ставится. Ну, люди сами рассчитывают. Если кто-то планирует, допустим, в пик поехать в командировку, или у него важны какие-то дела будут, или он знает, что нужно быть на работе, или еще что-то, он может привиться. Или он ухаживает за младенцем сам, понимает, или за пожилым человеком. Он может такой выбор сделать. Но чтобы настаивать, чтобы взять всех привить, такой по большому счету цели не ставится. Хотя, если судить по работе эпидемиологической службы в Америке, у нас в России, то, конечно, популяризируется очень сильно вакцина. Ну, я еще раз говорю, что это не тот случай, когда мы гемогепатите В или апеллимилите, когда мы ставим целью ликвидировать заболевание вообще, чтобы в мире больше никогда не было, как не стало, допустим, натурально чернооспо, да, или полиомида почти уже не стало. Очень редко всего в трех странах он уничтожен, если построчается, там единичный случай. А так в мире его уже нет. И гепатит В вот-вот сойдет. Мы уже почти детей не видим, чтобы они заболевали. Вот, еще чуть-чуть, и тоже исчезнет с лица планета. Вот с гриппом такого, к сожалению, никогда не случилось. Поэтому это мы знаем. Такого вакцина мы не производим. И делаем фокус, акцент на группах риска. И по поводу лечения, да? Да, я хотел дойти до ваших профессиональных сайтов. С антибиотиками, с антибиотиками, с антибиотиками и всякими. До речи мы даже не дошли. Грипп я предупреждал еще перед эфиром, что грипп может часы занять, если о нем говорить. Ну, к сожалению, в этой части передачи мы не успели поговорить про ВИЧ. Но мы попросим нашего гостя Алексея Якулева остаться на следующую часть передачи. И будем говорить только про эпидемию ВИЧ, которую объявили в России не так давно. А сейчас прервемся на новости рекламы. Никуда не уходите. Микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Егор Быковский, главный редактор онлайн-портала «Чердак в ТАСе». И с нами остался наш гость в первой части Алексей Якулев, врач общей практики, специалист управления здравоохранением, председатель Национального общества промышленной медицины. И как обещали, мы поговорим сейчас про ВИЧ. То есть это тоже вирус, как мы знаем все. И тревожные новости, которые в этом году у нас появились, что в России объявлена эпидемия ВИЧ. Вот, Алексей, расскажите поподробнее про то, что это за эпидемия. Что это за эпидемия? Это и правда, и неправда. Эпидемия объявлена достаточно давно была. И не первое десятилетие она идет. Просто она прошла три стадии. Начальная стадия давно-давно прошла эпидемия. Была концентрационная стадия, когда эпидемия развивается в группах риска. Преимущественно у нас это были потребители внутривенных наркотиков, героина в основном. И затем эпидемия выходит уже на общее население. Начинает передаваться преимущественно половым путем в парах мужчин и женщин. То есть уже начинает касаться всех. И такие эпидемии называются генерализованными. И вот я в первой части уже сказал и повторю, что есть такой маркер, когда мы говорим о генерализованной эпидемии. Когда это мы считаем. Когда беременных женщин становится ВИЧ инфицированных. И среди них, среди беременных более 1%. 1% и более. Беременные женщины очень хорошо проходят тестирование. Как правило, все охватываются. Поэтому они являются репрезентативной выборкой для того, чтобы судить, какой процент селения поражен. Но я скажу сразу, что не только это в Свердловской области касается, а и в многих других регионах России. Просто нельзя так хорошо людей протестировать. То есть у нас генерализована эпидемия. У нас генерализована третья, последняя стадия эпидемии. Когда, по сути дела, инфицированных уже в целом по стране, наверное, можно говорить, уже более 1%. Да, печальные новости. Как в мире борются с распространением ВИЧ? И есть ли случаи, когда вот эта эпидемия была остановлена, и вот этот процент стал сокращаться? Да, да, да. Такие случаи, конечно, есть эпидемия. Много где приостановлена. Она, в общем-то, либо находится на тех же. То есть ее темпы роста приостановлены. И с каждым годом все меньше людей заражается. Есть такие удачные примеры. В основном в странах экономически развитых это происходит. А как с этим борются? Ну, во-первых, появились ретровирусные препараты, антиретровирусные препараты, с помощью которых, многие, наверное, слушатели знают, можно остановить течение заболевания у больного человека. И человек, принимающий эти препараты, может прожить столько, сколько бы он прожил и без ВИЧ-инфекции, принимая каждый день эти препараты. То есть у него вирус перестает реплицироваться, перестает размножаться не совсем правильно, потому что не совсем живой объект, но реплицироваться, Гартерыч. То есть крови он не обнаруживается. И это не только лечит человека, не только позволяет ему не достичь стадии спида, когда он может погибнуть, но это и делает его практически не заразом для окружающих, потому что вирус в крови не реплицируется. Значит, половым путем он уже, скорее всего, не передаст. Вот. Таким образом, такое лечение, оно профилактирует. Там, где массово охватили больных людей, и там эпидемия, конечно, резко пошла на убыль. Далее, когда стали понимать, что половой путь, особенно там дегенерализованность, а в Африке он является основным, стали бороться по этому вектору. То есть половое просвещение, причем с подросткового возраста, с наиболее рискованных групп. Но это как-то им не помогает. У меня была знакомая, которая им дала расписать. Ну, это не значит, что всем поможет, конечно. Править в Африке. Они не признают все эти методы. Не признают, не признают. Да, в Африке сложно. Есть страны, где похуже, чем у нас. Скажем, вот в Лесотой недавно было 30% населения поражено. В отдельных городах Южной Африки сталкивался с ситуацией, когда более 70% поражено в населенных пунктах. Не городах, а таких населенных небольших пунктиках. Но в целом, конечно, поменьше процент. Но, тем не менее, в общем-то, да, половой путь там преобладает. Я имею в виду, о чем я начал говорить, именно удачные примеры, которые я могу привести в индустриально развитых странах. Вот там, где половое просвещение, вместе с препаратами. И еще третий момент, это использование заместительной терапии у наркоманов. Говорит о том, что наркоманов очень сложно охватить здесь как-то. Их и на препараты не зазовешь. Нужно выдавать, чтобы они регулярно проходили медучреждения. Ну, сами понимаете, такие люди, их социально совершенно оторваны. Чтобы как-то их охватить, в некоторых странах решили давать им заместительную терапию в виде метадона и подобных препаратов, таблетированных. Когда перестают люди покупать внутривенные наркотики, а бесплатно получают таблетки. Таким образом, не передают другим, поскольку таблетки приходят за ними регулярно, бесплатно их получают. Ну, как бы заодно борются с наркоманией и так далее. Это не вылечивает этих людей никоим образом. Просто уходит вот этот путь передачи. А где-то это дало очень хорошие результаты. Но у нас в стране до сих пор настроены пока скептически. Ну, кроме, пожалуй, тех, кто действительно занимается ВИЧ-инфекцией, как то академик Покровский, который возглавляет Федеральный Центр СПИДа, он как раз вот настаивает на этой заместительной терапии. Ну, я так понял, в нашей стране далеко не все готовы к этому. А есть вот интересные примеры, когда пропаганда воздержания и благонравия купируют в течение такой. И нигде не купируют, к сожалению, на практике. Конечно, ну, нравственные аспекты, они, наверное, в жизни как-то важны, но я бы не сказал, что не важны для профилактики. Что не важны для профилактики данной конкретного заболевания. А вот вопрос по поводу этих препаратов. Как они действуют? И по стоимости? То есть, я так понимаю, что они довольно дорого стоят, и поэтому... Ох, действуют они очень сложно и по-разному. Так или иначе, не останавливают репликацию, либо сборку этого вируса, либо его выход из клетки. Различные препараты, различные... Больной человек, ВИЧ-инфицированный, так назовем еще, который не успел с ПИДом, да, перетестать у СПИДа, он принимает несколько препаратов, как правило, три препарата. Сейчас существует в развитых странах вообще одна таблетка комбинированная, один раз выпивает, и все. У нас пока такого нет. Вот. По стоимости, ну, оригинальные препараты достаточно дороги. У нас сейчас здравоохранение не в том положении, чтобы покупать оригинальные препараты, поэтому второй год уже переходим на дженерики. Действуют, говорят, неплохо специалисты, но побочные эффекты пока еще рано судить о побочных эффектах. То есть, так же ли они хорошо переносятся больными людьми, это пока еще неизвестно. Но действуют, вроде действуют. А кто основными производителями в общем этих препаратов являются? То есть, я понимаю, что это разработчики Ну, понимаете, вот когда говорят о производителе, это как о пирожке. Вот, понимаете, вот если бабушка произвела пирожок, это не значит, что мука, муку она с ученицу вырастила, масло она уже произвела. То есть, это из... так сказать, скомплектующие, они откуда-то пришли. Мы все понимаем, что соль оттуда, пальмовое масло с Бернео, мука еще откуда-то, жир еще откуда-то, да. Вот так же и у нас таблетки, даже если не отечественные препараты, даже если говорить о беркутских препаратах, на которые сейчас пережили, да, то молекула, молекула закупается, как правило, в странах третьего мира, это Индия, Китай. Там она закупается, сюда привозят сырье, здесь оно пакуется, в пачку, подписывается по-русски, и это называется отечественные препараты. Вот так у нас производится. А почему нельзя, собственно, производить исходные препараты? В чем проблема? Ох, ну это... Ну хорошо, это я понимаю, это большой вопрос. Нет, мне очень интересно, почему мы... Ну не в том состоянии, наша фармакологическая промышленность, чтобы производить такие препараты. А почему это так сложно? Потому что это очень наукоемко, во-первых, это требует больших технологий, да, это требует больших капиталовложений. Гораздо проще покупать сырье, паковать и... Просто мы так часто слышим про то, что биотехнологии... Да. Вообще наша медицина препарата тотально импортозависима. 95% всех действующих препаратов, эффективных препаратов, они закупают сырье за рубежом. Мы здесь очень сильно зависим. Правильно я понимаю, что вообще-то с вирусом ВИЧ нам повезло, в том смысле, что он не такой буйный мотогенез, что он не передается по воздуху, да? Во-первых, он не передается по воздуху, во-вторых, он не мутирует так быстро, как вирус гриппа. Он достаточно быстро мутирует, даже побыстрее, чем вирус гриппа мутирует, поэтому от него и вакцины вы на месяц не сможете создать. По этой причине, не то, что там на год. Вот. И предсказать нельзя. И даже бывает, что вот заразился от этого человека, пожил 10 лет, у тебя уже новые появятся и устойчивые к препаратам определенные, новые варианты. Поэтому мутирует он очень быстро, именно поэтому вакцины, к сожалению, нет и не ожидается. Но вот эти препараты, про которые вы говорите, они просто его... Это не вакцина, это лечение. Это препараты, которые приостанавливают его репликацию, то есть разношение, воспроизводство. Вне зависимости от его мутации. Вне зависимости. Они действуют на базисные. Они, на самом деле, на другие вирусы могут действовать. Это какие-то базисные вещи, которые мешают сборке вируса, его проникновению в клетку или еще что-то такое. Вот как интерфероны, понимаете, для всех вирусов, в общем-то, не только для гриппа или еще чего-то эффективное, гепатит или что-то, и так далее. Не так много этих препаратов. Антиретровирусы – это просто определенная группа, которая применяет больше для ВИЧ-инфекции разработанных. Но тем не менее, получается, что против гриппа, того самого распространенного, мы не можем создать сейчас такие препараты лечебные, препараты лечебные и есть, но они именно для тяжелых случаев, для такого массового лечения неприменимы, потому что побочные эффекты серьезные. Надо заметить, что антиретровирусные препараты, которые принимают ВИЧ-инфекции, он тоже не так уж легко переносится. Не так уж легко. И грипп, понимаете, бить по воробьям из пушек и всем вливать интерфероны, которые будут эффективны, конечно, но используют только в тяжелых случаях, когда человека госпитализируют. Легкий и средне тяжелый грипп вообще нет смысла лечить. Это гривой и нет смысла, и никто не лечит. Если вы думаете, что препараты, которые у нас продаются как противовирусные, противогриппозные, от чего-то лечат, то это неправда. Они не лечат. Хочется на какой-то позитивной ноте закончить. Скажите. Что-нибудь хорошее такое сказать. А куда позитивное? Смотрите, мы уже знаем, какие методы эффективной профилактики существуют. Мы знаем, что существуют более-менее эффективные препараты для приостановки, репликации вируса. Давайте же это все использовать в нашей стране. Давайте же. И давайте тестироваться и проверять. Очень важно, чтобы каждый человек знал свой ВИЧ-статус, чтобы сделал его анализ. И еще раз напомню, с Егором, и не лечитесь, пожалуйста, от вирусов антидроза. И профилактика, презерватив, при любом случайном контакте. Самое главное. И с нами был доктор Алексей Яковлев, врач общей практики и специалист по управлению здравоохранением, председатель Национального общества промышленной медицины. Спасибо вам большое за ваш всеобъемлющий рассказ. Мы будем вашим советом следовать. Спасибо большое. Спасибо вам еще. Да, мы сейчас с Егором прервемся на пару минут рекламы, а затем приступим к нашей любимой рубрике «Вопрос-ответ». Продолжаем передачу «Наука в фокусе». И сейчас наша любимая рубрика «Вопрос-ответ». Итак, в прошлый раз Марье задавала нам вопрос. Почему соль не дает пище портиться? Отвечу коротко, но емко. Соль не дает пище портиться, потому что уменьшает содержание в ней влаги. Когда крепкий раствор любой соли, вообще любой, не только поварен, отделен от более слабого полупроницаемой мембраны, которая пропускает только небольшие молекулы, вода вытягивается осмосом и слабого раствора в сильных. А вот пища состоит из живых клеток как раз с такими мембранами. Поэтому вода вытягивается из них, а без нее, без воды, не могут жить бактерии, вызывающие гниение. А осмос, как мы знаем, мы проходим в седьмом классе в курсе физики. Да, ну про осмос нас сейчас тоже спросят, когда что-то такое, мы сейчас ответим. Ну, а мы скажем, откройте учебник за седьмой класс физики. Вот хороший вопрос. Жалко, что Алексей, наш гость, ушел. Что больше? Бактерия или вирус? Ну, в принципе, у них у всех разные размеры бактерии и вирусов, но в целом бактерии сильно крупнее. Они измеряются микронами, допустим, а вирусы миллимикронами. То есть, в среднем на порядок они меньше. Их можно разлить только в электронный микроскоп. А некоторые микроорганизмы можно даже невооруженным глазом расследить, если сильно приглядеться. Вау! Это какие, например, что-то я таких не видела? Ну, одноклеточные всякие, какую-нибудь инфузорию туфельку можно и так рассмотреть. Это, конечно, не бактерия каковая, но бактерии от них уже принципиально не отличаются. Тоже одноклеточные. Хорошо, тогда вопрос от Игоря. Зависит ли количество случаев дислексии от конкретного языка? Ну, исследования по всем странам не проводились подробно, кроме Великобритании. Там вот было несколько лет назад. В Великобритании посчитали, что примерно каждый десятый человек в той или иной степени подвержен дислексии. Довольно много. Ее распространенность значительно ниже в других странах, таких как Италия. Ну, там, где примерно считали. Некоторые исследователи увязывают это с тем фактом, что в языках, вроде итальянского, каждой букве, как правило, соответствует единственный звук. В отличие от французского, кстати. Однако в английском буквы могут означать разные звуки. Что затрудняет чтение и письмо? Ну, что затрудняет обучение? Ну, и последний вопрос. Буквально за минутку тебе придется ответить на него. Это какой процент парниковых газов выбрасывает вулкан? Да, это, наверное, в связи с тем, изменение климата антропогена или нет. Человек интересуется. Ну, можно сказать, что вулканическое извержение выбрасывает вообще огромное количество углекислоты. А это мощный парниковый газ, как вы знаете. Но в среднем за год, поскольку их не так много вообще-то, этих извержений, получается лишь около 100 миллионов тонн. Это примерно 1% от количества, производимого в результате человеческой деятельности. Это посчитано. Вау, человек круче, чем вулкан. В 99 раз. Гораздо важнее колоссальное количество пыли, кстати, которое выбрасывается при извержении. Она отражает солнечный свет и может провоцировать похолодание. Вот она покруче углекислоты. Ужасно интересно, Егор. Сегодня все вопросы как на подбор.